Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симоновой. Смотрите в этом выпуске. Как избавить север республики от бездорожья? В Удмуртию приехали федеральные эксперты. Осторожно, дикие звери. ГИБДД просит снизить скорость. Экологи объяснили, почему лоси так часто стали выходить на дороги. Достаем ветровки. В Удмуртию пришло похолодание. Насколько задержится у нас гость из Кандиналии? И сегодня есть повод попрощаться с вредными привычками. 31 мая – день отказа от табака, о чем напоминают медики. Сегодня начался основной период сдачи ЕГЭ. 31 мая прошли экзамены по литературе, географии и химии. В Удмуртии эти предметы выбрали около 2000 выпускников. Всего в этом году ЕГЭ будут сдавать более 7500 11-классников республики. Самым многочисленным станет экзамен по русскому языку. Его выбрали больше 6000 детей. Мы знаем, что у нас русский язык – это основной. И дальше они уже, те, кто поступают в вузы, они по выбору берут экзамены. Также достаточно многочисленные экзамены. Больше 4000 выбрали выпускников. Это математика. Напомню, русский язык у нас будет 3-4 июня. На две даты разделили, чтобы обеспечить рассадку свободную. В этом году ЕГЭ сдают только старшеклассники, решившие поступать в вуз. Основной период экзаменации продлится до 25 июня. Дни с 27 июня по 2 июля считаются резервными. Оценки за сегодняшний экзамен выпускники узнают через две недели. В Удмуртию приехали эксперты Национальной ассоциации бетонных дорог. Их цель – помочь региону найти правильную формулу ремонта трасс на севере республики. Многие дороги там проблемные и непогоду им пережить не удается. С чего начали свою работу эксперты, расскажет Дмитрий Вороновнин. Эта двухметровая яма, вырытая экскаватором прямо посреди грунтовой автотрассы, собрала вокруг себя десятки специалистов-дорожников. Проливной дождь им не помеха. У людей со специнструментами и ведрами есть важная цель. Вот эту часть на 25 нужно было утрепить. Это специалисты Национальной ассоциации бетонных дорог. Накануне они приехали в Удмуртию. В течение пяти дней им предстоит отобрать пробы грунтов. Для исследования в Болезинском, Ярском, Кесском и Глазовском районах. Договоренность об этом была достигнута в конце марта на конференции, посвященной проблеме ремонта дорог на севере республики. И первым делом эксперты приехали в Болезинский район на дорогу по Лизино-Сергина. Главная задача на этом объекте заключается в отборе проб прежде всего. То есть мы хотим понять, из каких материалов построена дорога, для того, чтобы провести исследование этих материалов и выбрать оптимальные конструктивные решения, которые могут быть применены для данного конкретного объекта. Дорога Болезино-Сергина – объект для Удмуртии проблемный. Её уже ремонтировали в 2019 и в 2020 годах. Но каждый раз непогоду дороги пережить не удаётся. В настоящее время проезд, слава богу, есть. Но грунты, которые здесь располагаются по телам дороги, они преимущество глинистые. Глинистых очень мало. И есть участки, где происходит причина образования. Пример трассы Болезино-Сергина – это отражение всех проблемных автомобильных дорог на севере Удмуртии. Всего там проложено 200 километров грунтового и гравийного полотна. Проблема их ремонта осложняется высоким уровнем грунтовых вод, а также пучинистыми грунтами, которые убивают земляное полотно и дорожную одежду. Весной глава Удмуртии Александр Бричалов поручил правительству региона найти решение для ремонта таких объектов. Сейчас мы производим здесь отборы для того, чтобы разработать типовые конструкции. Также будем отбираться не только здесь, не только на дороге Болезино-Сергина, а на северных районах Удмуртской республики. Для того, чтобы разработать типовые конструкции и решить проблему слабых грунтов, решить проблему оснований, пучинообразования. Для того, чтобы провести весь комплекс лабораторных испытаний и отобранных проб, понадобится месяц. Исследования проведут в Москве. После этого специалисты Ассоциации бетонных дорог России будут готовы дать свои рекомендации по технологии ремонта дорог на севере Удмуртии. Дмитрий Вороновнин, Василий Харяков, Новости. И еще в продолжении дорожные темы. В Сарапуле в этом году в порядок приведут 7 километров городских улиц. Подрядчики уже приступили к работе. Город получил средства по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Новый асфальт появится в центре на улицах Карла Маркса, Азина и на улице Мельникова. Выбор объектов объяснил глава Сарапула. И улица Мельникова, она востребована, потому что на ее территории находится ряд социальных объектов, крупных, в том числе новый детский сад, который мы сдали в прошлом году. В общий объем финансирования составляет порядка 110 миллионов рублей. В километрах же это порядка километров 7, скажем так. Кроме этого, в городе отремонтируют еще одну дорогу при поддержке фонда развития моногородов. 47 миллионов рублей выделено на укладку асфальта к одному из предприятий Сарапула. О сотруднике ГИБДД и экологи предупреждают. В республике дикие животные все чаще стали выходить на дорогу. В этом году уже произошло более 80 аварий с участием лосей. 10 человек пострадали, в том числе и двое детей. Светлана Буланова продолжит тему. Лоси уже настолько привыкли к шумным автомагистралям, что не боятся машин и спокойно выходят на дорогу. Только в этом году на трассах республики погибло 67 сахатых. Именно в мае лоси чаще всего выбегают на трассу. Несмышленые годовалые подростки вообще не боятся машин. Бдительность в это время теряют и взрослые сахатые. В жару животных из леса гонит мошкара, а зимой в морозы – голод. На обочину они выходят в поисках пропитания, но оказываются под колесами. В прошлом году погиб 131 лось. Машины для животных на сегодняшний день не новинка. Они постоянно их видят, раз у нас есть дороги, много машин. Все равно ходят по дорогам, понимая, что это их естественное страдание питания. Да, это урбанизированный лошад, уже измененный. Но животному это объяснить не получается. Поэтому, учитывая, что человек – это разумное существо, и в первую очередь человек, водитель, должен уже предполагать, что когда он проезжает лесной массив, возможно такое происшествие. Чаще всего встречи с лосями происходят в вечерние сумерки, либо под утро. Это время их активности. Средний вес взрослого животного – около 300 килограммов. Почти 20 тысяч таких лесных великанов обитает сегодня в республике. По плотности их проживания Удмуртия лидирует в России. На территории Завьяловского и Игринского районов, на Сарапульском и Налгинском трактах, на Ижевской объездной дороге чаще всего происходят ДДП с лосями. В прошлом году было зарегистрировано более 200 таких происшествий. Три человека погибли. Нынче уже произошло 82 аварии. Пострадало 10 человек. В любом случае, когда водитель видит о том, что вблизи проезжей части находится дикое животное, всё-таки необходимо снизить скорость и планировать вплоть до полной остановки. О возможности появления животных на дорогах предупреждают знаки. Они устанавливаются по рекомендации сотрудников Минприроды в зонах концентрации лосей. В таких местах необходимо снизить скорость, напоминают экологи. За гибель лося водителю придется заплатить штраф 80 тысяч рублей. Светлана Буланова, Павел Яскин. Новости. Более 20 миллионов рублей готова направить республика из бюджета на газификацию зерно-сушильных комплексов. Это поможет хозяйствам значительно снизить расходы и улучшить качество зерна. Субсидии предоставят тем, кто уже перевел на газовые комплексы в 2019 и 2020 годах. Они позволят компенсировать до 30% расходов. Заявки на субсидии аграрии могут подать уже в конце июня. Об этом вице-премьер республиканского правительства сообщила в Можгинском районе на открытие нового зерно-сушильного комплекса, который как раз работает на газе. Здесь все максимально автоматизировано. Процесс сушки регулирует компьютерная программа в зависимости от вида семян, влажности и дальнейшего использования. Строительство комплекса обошлось хозяйству в 15 миллионов рублей, но он позволит вдвое увеличить производительность. В этом году в хозяйстве планируют собрать до 40 центнеров зерна с каждого гектара. А в селе Июльском накануне прошел первый республиканский форум «Село глазами женщины». Участницами его стали более 200 активных жителей со всех районов республики, от руководителей хозяйства до ветеринаров и пчеловодов. На дискуссионных площадках обсудили, как сделать более комфортной и удобной жизнь женщины на селе. «Надо для этого создавать условия труда и для женщин. Женщина вот дояркой работать. В 5 часов утра надо дояркой уже быть на работе. А как женщина оставит ребенка? В 8 часов детский сад начинает работать. С кем она оставит? А в животноводстве надо очень много сделать для условий труда, чтобы женщины оставались на селе. Но надо это поразмыслить, как молодежь с детьми смогла бы работать в животноводстве». Участницы форума смогли задать интересующие вопросы руководителям профильных ведомств республики. Он прошел при поддержке регионального отделения отделения Совета женщин России и республиканского парламента. Все предложения, прозвучавшие на форуме, депутаты взяли в работу. О синоптике сегодня предупредили жителей Удмуртии. Почти вся неделя в республике будет холодной. Ночами на почве ожидаются даже заморозки. Похолодание связано с приходом антициклона. «До середины недели мы будем находиться в холодном воздухе скандинавского антициклона, но погода будет сухая, без осадков. Единственное, что холодные ночи. Температура ночные плюс один, плюс шесть градусов. Возможно, местами заморозки на почве до минус двух. Днем воздух 15-20 градусов. К концу недели он прогреется и уже достигнет 25 градусов». В республиканском гидромедцентре прогнозируют, что уже начиная с ближайших выходных в Удмуртии вновь будет жаркая погода, без осадков. А энергетикой республики призывают жителей исправно платить за коммунальные услуги. Это не только правильно, но еще и выгодно. В Удмуртии вновь объявили традиционную акцию. У жильцов многоквартирных домов есть шанс получить средства для благоустройства. Все подробности у Анны Ковырзиной. Анна и Валерия Трефиловы много времени проводят на детской площадке. Особенно любят играть в этом домике. Кстати, его ЦСЖ дома номер 20 по улице Шумайлова получила в подарок от энергетиков. Весь год жильцы дома исправно платили по коммунальным счетам и выиграли акцию энергосбыта. ЦСЖ Шумайловский получила приз – 45 тысяч рублей. Это был сертификат, на который можно было по выбору купить изделие для благоустройства придомовой территории. В нашем случае получился детский игровой домик и беговая дорожка «Змейка». Сейчас жители дома хотят установить на площадке теннисный стол, поэтому снова будут принимать участие в акции энергосбыта. В этом году победители смогут претендовать на сертификат для технического оснащения многоквартирного дома. Например, установку видеонаблюдения или устройства для управления светом и теплоснабжением. Кроме того, получить можно и сертификат на обследование, чтобы, к примеру, выявить источники теплопотерь. Выиграть также можно и установку игровых комплексов на детской площадке. Акция стартует уже 1 июня. Принять участие могут все управляющие компании и товарищества собственников. Главное требование – это, естественно, дисциплина по оплате потребленных услуг, затем наличие обязательно приборов учета. То есть это одно из главных критериев участия в акции. Помимо этого, необходимо, чтобы это СЖИ, управляющие компании, своевременно и правильно передавали показания. Для чего это необходимо? Для того, чтобы были правильные расчеты. Существенно повышают шансы на победу оборудование дома интеллектуальной системы учета. Ежегодно в акции принимают участие сотни домов по всей республике. Итоги подведут в декабре. Анна Ковырзина, Юрий Зелененький, новости. Отказаться от сигарет хотя бы на один день призывает сегодня Всемирная организация здравоохранения. 31 мая считается днем без табака. В России с этого года ужесточились правила продажи всей никотиносодержащей продукции. Ее реализация через интернет полностью запрещена. Об опасности вейпов, кальянов, электронных сигарет сегодня вновь напомнили врачи. Если говорить про электронные сигареты, то они помимо никотина содержат еще ряд других препаратов, которые еще не до конца изучены на действия на человека. Поэтому в некоторых странах они уже запрещены в продаже полностью. Например, один сеанс употребления кальяна, он примерно равняется к выкуриванию 100 сигарет. Ну и сами представляете, какой вред может быть у человека от выкуривания 100 сигарет. Кабинет отказа от курения в республиканском наркологическом диспансере работает уже более 10 лет. Однако тех, кто приходит сюда сам, немного помощи в этом кабинете оказывают в основном пациентам диспансера. Избавиться от вредной привычки, говорят врачи, можно в среднем за полгода. И у меня на этом все. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok